Дорогие друзья, уважаемые зрители, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру. Недвижимость за рубежом. Вместе со мной в студии Денис Чернов, ведущий эксперт по инвестиционной недвижимости компании Пхукет Люкс из Таиланда. Денис, еще раз день добрый. Добрый день. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Значит, сегодня у нас 21 мая, в Европе в мирное время бы начинался сезон курортный, в Таиланде в мирное время он бы заканчивался, но сейчас все изменилось в нашей жизни, сейчас все правила и сроки немножечко смещены, и наступает отличное время для того, чтобы поговорить о, по крайней мере, если мы говорим о тайской недвижимости в широком смысле, и не только, может быть, о конкретных предложениях, а вообще коснуться нюансов и проблем и задач, которыми сталкивается потенциальный покупатель недвижимости в Таиланде вообще и на Пхукете в частности. И именно в таком формате мы хотим сегодня построить нашу беседу. То есть это будет не презентация каких-то объектов, хотя и об этом мы тоже поговорим. А мы коснемся тех трудностей, тех заблуждений, которые препятствуют очень часто решению задач по покупке недвижимости в Таиланде. Пройдемся по всем этапам сделки и посмотрим, в каком моменте, где есть узкие места. И Денис, соответственно, представит свое видение того, а как с этими узкими местами бороться и насколько вообще серьезно к ним относиться надо. Чат уже работает. Здравствуйте, София, здравствуйте, Игорь. Задавайте, пожалуйста, вопросы, спорим, дискутируем. Сегодняшний формат к этому как раз располагает. Ну и традиционно хочу сказать, что у нас будет опубликована запись вебинара завтра. И вместе с ней будет опубликован расширенный материал. Далеко не все вопросы мы успеем и сможем обсудить сегодня. А вот завтра материал, который Денис и его компания подготовили для публикации. Это вот Денис попросил изначально не очень употреблять это слово, но слово лайфхаки уж никуда не деться мне от этого. Лайфхаки, заблуждения, сомнения о тех возможностях, которые есть у покупателей недвижимости в Таиланде, что важно учитывать перед покупкой. Ну что ж, публика к нам прибавляется, мы рады всех очень видеть. Четверг, 21 мая, повторю еще раз, начинаем. Денис, ну начнем на самом деле с такого, может быть, не с самого начала, а чуть-чуть ближе к середине. Вот говорим о специфике подбора объектов. Считается, вот такая классическая фраза всех риэлторов, что главное в объекте это локация, локация, локация. Поговорим об этом. Считается так, как и во всех местах, там на Пхукете, в Таиланде есть хорошие места, есть не очень хорошие. Есть места, которые лучше подходят для инвестиций, есть те, которые лучше подходят для собственного проживания. Вот ваш взгляд, ваше мнение, локация это что и какие здесь ошибки? Совершают покупатели. Пожалуйста. Да, в первую очередь я бы сказал бы то, что все локации хороши на Пхукете, просто все зависит от цели вашей покупки. Опять же, как правильно сказали, это либо инвестиции, либо собственное проживание. На самом деле об этом, естественно, все знают, а правило то, что локация, локация, еще раз локация, самое важное, в принципе, выбора недвижимости, но в процессе выбора недвижимости почему-то многие об этом забывают. Хотелось бы привести некоторую статистику и примеры. То есть, вот пример сейчас, пляж Равайи, район Равайи, как самый популярный, в принципе, вообще на Пхукете, в особенности пляж Найхарн, переживает довольно-таки непростое время, потому что в 2019 году, по статистике, было введено в эксплуатацию ориентировочно 1000 квартир, то есть 1000 квартир номерного фонда отельного. В 2020 году вводится еще примерно 1500 отельных квартир, которые будут сдаваться, а на 2021 год еще назначено примерно 500-600 квартир, которые будут сдаваться в аренду и составлять конкуренцию всем тем квартирам, которые уже имеются и тем, которые уже сейчас сдаются. Исходя из ваших слов, ну, можно сказать, что это плохо. То есть, вы считаете, что в каком-то смысле эта локация, значит, пострадает. То есть, вот район Равайи из-за большого введения новых объектов. Это так или здесь все-таки не совсем однозначно? Я бы сказал бы, для инфраструктуры самого района это большой плюс, потому что инфраструктура на юге острова, как раз в районе Равайи, одна из самых развитых вообще на Кухете. Там есть и кафе, и рестораны множество, причем и школы, детские сады. В большинстве своем пострадает, скорее всего, транспортная доступность и пляж Найхарна. Хоть он и самым красивым пляжем является, по версии, это предвайзер на 2018 год, но, тем не менее, ресурс этого пляжа всего лишь полтора километра. И уже сейчас можно ощущать то, что количество туристов очень сильно увеличилось по сравнению с предыдущими 3-4 года. И, опять же, с вводом эксплуатации у этих самых 2,5 тысяч квартир, которые сейчас в ближайшее время будут сдаваться, эксплуатироваться, можно ожидать какого-то дискомфорта при присутствии на пляже. А вы сказали про транспорт. Вот хотелось бы уточнить, что вы имеете в виду, почему с транспортной инфраструктурой могут возникнуть проблемы? То есть просто будет много машины, будет не припарковаться? Что имеется в виду? Тоже такой вариант. Плюс все-таки подъезд к самому району Равайи – это две дороги. Это восточная, на восточной части острова и на западной. Хоть сейчас в восточной части уже сделали туннель, который позволяет нам беспрепятственно проследовать с севера на юг, но, тем не менее, транспортная нагрузка будет тоже одна из самых больших. Но самым важным моментом, то что, учитывая то, что будет примерно, опять же, еще дополнительно 2,5 тысячи номеров, начнется либо демпинг, потенциальные арендаторы начнут тщательно выбирать квартиры, то есть, скорее всего, будут какие-то либо борьба за скидки, либо за качество, что, по нашему мнению, одно из самых преимуществ многих жилых комплексов, которые есть на пляже Найхарн. И, соответственно, будет очень повышенная конкуренция. Ну, то есть, смотрите, вот вы привели пример, ну, район Равайи, пляж Найхарн – это вечная история. Если какое-то место является качественным, престижным и, не дай бог, элитным, с одной стороны, есть желание прикоснуться к этому прекрасному, а с другой стороны, как только люди начинают делать это массово, как только застройщики приходят туда массово, место элитное перестает быть таковым. То есть, у вас есть довольно ощутимое предположение, что в течение ближайшего, допустим, года-двух статус этого пляжа как престижного места может быть сильно размыт? Не сказал бы, что сильно размыт. Скорее всего, опять же, мы говорим, если про конкуренцию и про инвестиции, то есть, получение дохода с ваших квартир, то с пляжем Равайи будет довольно-таки вообще, в принципе, с югом острова будет неоднозначная ситуация. Будет большая борьба за клиентов. То есть, опять же, как я вот упомянул, либо будут понижения цен, либо многие компании будут брать качеством обслуживания и сервиса. То есть, очень большая конкуренция нас как раз ждет. Вот в этом районе конкретно. Но вы назвали сейчас конкретно один пример. А если мы говорим о других районах, то есть, вот каким район... Все-таки, видите, тут как найти ту золотую середину, когда, с одной стороны, интерес есть, он понятен, когда качество природы и качество объекта соответствуют друг другу и соответствуют тем ценам. Но, с другой стороны, чтобы вот за этим качеством не последовало желание слишком большого числа людей здесь жить, где вот тут баланс. Ну, государство его в той или иной степени призвано соблюдать, но рассчитывание на государство-то не всегда приходится. Здесь больше вопрос стоит тогда в выборе квартиры. Потому что есть, допустим, те же самые студии, которые составляют конкуренцию отельному рынку, и которые в цене не сильно возрастают, и рентабельность их невысокая. А есть, допустим, те же самые односпальные квартиры, и тем более двуспальные квартиры, которые пользуются большей популярностью и тем самым приносят больше доход. Ну вот смотрите, я сейчас поднимаю статистику компании Night Frank Thailand. В конце прошлого 2019 года запас апартаментов на Пхукете примерно 26 тысяч единиц. За весь прошлый год запущено 5,5 тысяч. А вот в начале 20-го года, вернее, в конце 20-го года число начало немножко расти. То есть, видимо, возводились какие-то новые комплексы, их там 6700 новых предложений. И при том, что резко возросли продажи, условно говоря, там раньше, еще 5 лет назад, по 1800-2000 объектов продавалось. Сейчас, ну, 3000, 3500 и даже больше. Получается, что мы, ну, что естественным образом популярные районы вымываются, да, то есть, как бы они становятся все более и более популярными, они становятся все более и более массовыми. На что тогда вам обратить внимание, давайте, в двух случаях? Если человек инвестор, и если человек хочет жить сам. Если человек инвестор, то в этом случае я бы рассмотрел бы уже проверенные объекты. То есть, уже те, которые находятся в эксплуатации, по которым есть финансовые отчеты, там, за 2-3 последних года. То есть, эти отчеты покажут, насколько вообще комплекс сам популярен. Инвестор уже поймет, какую прибыль он сможет получить с каждой квартиры, если мы рассматриваем массово, и, соответственно, посмотреть, какая доходность у него будет. Следующий момент. Я бы больше удивил бы вниманием, конечно, строительству новых объектов, которых на Пукете, конечно, как все знают, их возрастает с каждым годом. Пример тот же самый пляж Лаян. По Лаян сейчас тоже очень не однозначна ситуация, так как в прошлом году, в 2019 году, только четыре проекта изъявили желание уже начать строительство. Причем общий, наверное, фонсер... Четыре? Это разве мало? Четыре проекта. Четыре проекта в одной локации. Это много? Это много. Причем общее суммарное количество квартир составляет ориентировочно 2000. Там 2-2 200. И в 2020 году появилась еще одна-один-два проекта, которые общей площадью, точнее общей численности их квартир, еще на 400. Таким образом, пляж Лаян тоже начинает привлекать инвесторов с одной стороны, и привлекать застройщиков, так как земли там очень много. С другой стороны, это будет порождать та же конкуренцию среди них. А учитывая то, что инфраструктуры на пляже Лаяне вообще, в принципе, так такого и нету, весь пляж Лаян, то есть сам район Лаян будет пользоваться инфраструктурой пляжа Бантао. Для него, конечно, это преимущество, там и для коммерции, для торговых центров, для магазинов. Но, опять же, вопрос весь в логистике. То есть все-таки 3 километра от пляжа Лаян до той же самой улицы Бот-Ивеню, до Вилла-Марки, до торговых центров, это довольно-таки много, каждый день так не поездишь. Ну, тогда смотрите, ну вот есть потенциальный инвестор, который рассматривает в одном или в другом месте покупку квартиры в новом комплексе. Ну, нельзя же сказать, что он новый, значит, не покупайте, потому что место не самое удачное. Тем более, что вы сами говорите, что оно неоднозначно неудачное. Или все-таки вот прямо так и можно сказать, нет, ребята, это большие риски. Или нужно просто готовиться к тому, что ваша недвижимость будет, ну там, на какой-то процент ниже, или тот доход, который вы будете получать, будет ниже просто потому, что предложений будет слишком много в течение ближайшего года-двух. Продолжений очень будет много. Во-первых, потому что основной, скажем так, застройщики в основном продают студии. То есть, если посмотреть на прайс-лист, то есть, то предлагают застройщики, примерно 50% всех квартир – это являются студии. А студии, как масс-маркет и как самая самая типовая планировка, являются, опять же, как я уже говорил, конкурентами отельного номерного фонда, и также является конкуренция внутри объектов, так и внешняя. Ну, то есть, Денис, тогда давайте все-таки скажите, какой вывод здесь, потому что все равно застройщики не просто так возводят эти объекты, они понимают, что они хотят на этом заработать, и они не отступятся, они не перестанут строить просто потому, что Rearm строит кто-то еще. Но предостерегая от чего-то, мы должны предлагать какую-то альтернативу. Что в данном случае альтернативой может быть? Альтернатива может быть старичка, причем в тех районах, где уже районы сформированы, где уже нету свободной земли, либо ее очень мало, либо это новые районы, которые начинают только развиваться, но цена в этих районах квадратного метра составляет процентов на 30-40 ниже, чем средняя цена по Пукету. Окей, хорошо, давайте об этом мы тогда отдельно поговорим. Вот мы уже перешли к этой истории, где есть риск массовой застройки, и где он возможен, как раз вот об этом мы хотели с вами поговорить. По сути, мы к этому вопросу уже перешли, но тем не менее. Есть популярные пляжи, их там десяток, и даже те, кто не бывали на Пхукете, может быть, эти названия слышали. Можно ли сказать, что на Пхукете остаются сейчас районы, которые популярны, которые престижны, но которые не будут вот так вот плотно-плотно-плотно застраиваться, по крайней мере, в ближайшей перспективе 3-5 лет? Это что? Это северо-острова или, ну, имеется в виду, северо-запад? Ну, знаете, Филипп, сейчас, может быть, небольшая такая реклама будет, но есть такие районы, как есть, застройщик которых владеет большим участком земли, это не 1-2 гектара, а это сотни гектаров. И уже в этом, на этой земле уже сформирована своя инфраструктура. То есть уже все сделано для того, чтобы, скажем так, однородная социальная среда предоставлена. То есть именно этот застройщик контролирует внутри своего проекта строительство новых объектов, не допуская других застройщиков, естественно, строить что-то на них. И тем самым он как раз сохраняет свой бренд и свою привлекательность. Ну, то есть таких районов, объективно говоря, на Пхукете 1-1,5, условно говоря. Мы же понимаем, о чем говорим, да? Да, 1-1,5, а все остальные, значит, находятся в известном смысле... Это риск. Не, ну почему? Ну, а здесь еще очень важный момент при выборе объекта, это смотреть на общую площадь земли застройки. Потому что в последнее время очень стало не то чтобы как бы модно, но так получается, что площадь земли, площадь участка равна площади дома. То есть, грубо говоря, между забором территории самого жилого комплекса и самим зданием буквально 3 метра. То есть, когда вы выходите из дома, вы уже на улице. Ваша зона комфорта, она растворяется. Растворяется. Таким образом, ваша зона комфорта расстроится только на ваш жилой комплекс, на вашу квартиру, на ваш бассейн. Но есть, опять же, жилые комплексы на Пхукете, у которых площадь участка, гектар, полтора. У которых своя внутренняя инфраструктура, которая позволяет, в принципе, не выходить из квартиры и находиться в нем. Потому что внутри есть все, что необходимо для отдыха. Ну, хорошо. Давайте тогда, раз мы разговор построили, там одна история, вторая, третья. Основной вывод, который можно сделать с точки зрения локации. Выбирая локацию, на что в первую очередь, на ваш взгляд, важно обращать внимание сейчас на Пхукете и в Триланде? На количество объектов, которые будут в ближайшем будущем встроиться. Это первый момент. Второй момент – это уже посмотреть. Если их много, насторожитесь. Внимательнее присмотреться. Насколько ваш проект, потенциально, который вы выбираете, будет лучше, чем остальные. Окей. Этот, простите, перебил вас. И кроме этого, что еще? Второй момент – посмотреть. Вообще, опять же, вы должны выводить информацию по статистике. Какие еще проекты были до этого сданы? Какая конкуренция? Какой спрос на жилье в этом льдом районе? Какие типы квартир, то есть это либо студии, либо односпальные, либо двуспальные, пользуются большей популярностью? Возможно, такое то, что район довольно-таки премиальный, и в нем не хватает студий. Может быть, наоборот. Район масс-маркета, но там не хватает двухспальных квартир. И как раз-таки при выборе необходимого, то есть самого непопулярного типа квартир, вы можете получить наибольший доход, несмотря на то, что ваша цена квартиры будет в разы, не знаю, два-три больше, чем та же самая студия. Ну, смотрите, рынок же диктует цены. Вы не замечаете все-таки такой тенденции, что появление на такой массовой масштабной застройки приводит, ну, если не к снижению цен в каком-то конкретном районе, то, по крайней мере, к их некой оптимизации, сдерживанию роста. То есть не получается ли так, что в том же самом районе, о котором мы говорили с вами, ну, обилие массового предложения просто делает сам район массовым, и, ну, естественным образом, цена снижается? Знаете, здесь очень сложно сказать, потому что каждая управляющая компания, даже, в принципе, каждый собственник, кто управляет квартирой самостоятельно, они сами выбирают путь своего привлечения клиентов. Кто-то диппингует откровенно, причем цены у них гораздо ниже, чем у отелей, у конкурентов. Кто-то, наоборот, берет качеством. И, в принципе, опять же, вопрос в том, то, что на какого клиента они ориентируются. Если им нужно просто заселить квартиру максимально по количеству дней в году, это одна история. Если им нужно предоставить сервис качественный, который потом будут к ним приходить, опять же, клиенты, то есть они получат возвратных клиентов, это уже вторая история. Тут, опять же, все по-разному работают. Ну, тогда все-таки скажите, какой район Пхукета наиболее перспективен для покупки квартиры по соотношению цена-качество, если мы говорим... А вот давайте, София задала вопрос, вот давайте не с точки зрения инвестора, а вот для себя, предположим, что хочется, с одной стороны, некоего уединения, но совсем уж люксовые проекты я брать не готов. Вот что тогда? Куда смотреть? Какие части острова? Тогда мы немножко забежим вперед по нашему вебинару. Если вкратце, то, в принципе, если вы смотрите для жизни, выбирайте то, что комфортно вам. А то, что предлагают вам в туристических районах, это, естественно, завышенные цены, потому что это жилье инвестиционное. Не, 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 простите, стоп, стоп, стоп. Я не имею в виду жить постоянно. То есть человек покупает, но хочет жить в своей квартире, приезжает туда на сезон, то есть не жить постоянно. Но сдавать для него не главное. Приезжать, отправлять, допустим, жену с детьми, чтобы море было относительно недалеко, чтобы это был в хорошем смысле туристический район. Но под плохим, я подразумеваю, много народу, ажиотаж, случайные, пусть в хорошем смысле, но все-таки случайные люди, случайные соседи. А вот что-то такое более стабильное, но при этом все-таки, чтобы ты понимал, чтобы ты не забывал, где ты находишься, что это райский уголок. Но, опять же, знаете, это очень сложный вопрос, потому что мы говорим о предпочтении клиента, о его комфорте. Потому что если вам комфортно, допустим, жить и чувствовать, что вокруг люди, много людей, то есть, пожалуйста, выбирайте жилье, которое ближе к пляжу находится, к примеру. Это очень сложный вопрос, это больше зависит от самого клиента, что он предпочтет, что ему комфортнее. Окей, хорошо. А вот Анна пишет пляж Бангтау, что скажете про Бангтау? Все равно конкретные вопросы будут, никуда не денемся. Ну вот ваше ощущение. Опс, куда-то звук пропал, Денис. Мне? А нет, все, не пропал, все нормально. Нет, пляж Бангтау, естественно, очень самый интересный пляж, потому что он самый большой, 8 километров в длину. У него есть разная инфраструктура. И, опять же, знаете, все в зависимости от объекта неглижимости. Если мы говорим, опять же, про инвестиции, то может быть одно, под себя это другое. Но в целом пляж Бангтау интересен по самой локации, то есть это центр острова, до любой точки вам 30 минут, в том числе до аэропорта. На пляже Бангтау никогда не бывает слишком много народа. Ну и плюс это какой-то, знаете, частица Европы в азиатском мире. То есть вы хотите сказать, что, например, пляжу Бангтау не грозит вот это вот появление там большого количества новых объектов, которые привлекут на этот пляж много туристов, что продавцам кокоса, конечно, хорошо, а вот другим туристам, может быть, не так хорошо. Нет, ну опять же, все в зависимости от объекта. Очень сложно сейчас сказать наперед, но в любом случае все зависит от локации, потому что есть уже локации сформированные, где нет пустых участков земли по соседству с новыми жилыми комплексами, либо уже с построенными. А есть, опять же, Бангтау, он очень большой, допустим, юг Бангтау, там, в принципе, неоднородная социальная среда, то есть там много тайских домов. То есть здесь, опять же, очень сложно, так сказать, наперед, просто выбирайте там, где вам более комфортно, где инфраструктура как раз подходит именно вам, там, школы, больницы и так далее. Ужасная инфраструктура больницы, но тем не менее. Слушайте, ну давайте, уточнение пришло, окей, предположим, есть три критерия. Ну, сможете назвать какое-то место? Назовите. Нет, как-то уйдите от ответа, да? Да, рядом с пляжем хочется. Два, спокойное место, и чтобы это не была совсем уж элитная история, где берут деньги, в том числе, серьезно, за уединение. Окей, ты сейчас еще есть такие места? Конечно. Ваши еще? Допустим, пляж Найанг. Там немного народа, он не сильно раскручен, жилье там не очень дорогое, а перспективы пляжа очень большие. То же самое пляж Найтон, тоже очень интересен. Пляж Бангтау, тоже не менее интересен. Если мы рассмотрим восточную часть острова, то, возможно, пляж Панва. Про первые три слышал, а про Панва даже не слышал, но потом отдельно расскажете. Хорошо. Хорошо. Давайте переходить дальше. Про выбор объекта немножко поговорили, но мы отдельно про выбор на эмоциях коснемся. Давайте все-таки говорить о доходности. Ваши соображения, ваши идеи и риски, когда мы говорим о гарантированной аренде. Эта тема безумно популярна, она вызывает много вопросов. Но, кстати, вот я даже по нашей аудитории замечал, люди приходят, интересуются и потом отказываются от гарантированной аренды. Ваши ощущения, как вообще к ней надо относиться, как надо проверять, что здесь важно? В целом я бы относился к программе гарантированного дохода больше, как к копце. Потому что программа гарантированного дохода никак не должна влиять на ваше решение по покупке. Потому что в первую очередь необходимо сравнить цены конкурентов и какой гарантированный доход предлагают одни, какой гарантированный доход предлагают другие. И, например, сейчас на острове есть самое, скажем так, интересное в качестве инвестиций продолжение. Это 13% годовых на три года одной из строительных компаний. Но если мы вкратце посмотрим на сам объект, на саму цену, мы увидим, что цена на такую же квартиру, типовую, завышена. То есть выше рынка примерно процентов 30-40. То есть, в принципе, если мы, опять же, посчитаем, 13% на три года обязуются вам выплачивать. То есть на те же самые 40% цена на эту квартиру завышена. То есть получается, что гарантированный доход, выплаты по гарантированному доходу уже включены в стоимость квартиры. С другой стороны, что с этим делать, уже можно обсуждать очень долго. Потому что по цене той, которую вы покупаете, вы точно не продадите. А то время, которое будет вам плачивать за гарантированное доходы, просто вы потеряете. Потому что в итоге все равно после выпада вы вернетесь к той цене, к реальной цене квартиры, которую она стоит. И больше будет вопрос по поводу налогов. Потому что налоги довольно-таки, в общем, хорошая оставляющая... То есть это 15% все-таки. И 15% налогов могут сильно повлиять, опять же, на ваш доход. То есть там уже будет не 13, а 11, а может 10,5. Вы знаете, по истории с гарантированным доходом у меня всегда есть следующего рода... Ну, даже не сомнения, а вопрос. Хотя, может быть, и сомнения. Но вот их предлагают на 3-5 лет. Есть ли у вас сейчас примеры интересных, веселых, позитивных историй, когда там 3-4 года назад какая-то компания начинала такую схему и через 3-4 года, по большому счету, продолжала. То есть она или предусматривала условия в лучшую сторону, или оставляла их, скажем, такими же, но люди соглашались. К сожалению, таких историй не было. То есть тот срок, который гарантирует вам застройщик, он его не пролонгирует. Ни на каких условиях? Или практически? Дальше стандартная ситуация, потому что застройщик предлагает вам просто участие в программе Rental Pool. Не более того. Ну вот это такая довольно понятная ситуация. То есть по большому счету, тогда кому имеет смысл связываться с гарантированной доходностью? Потому что тут Виктор пишет, гарантированный доход вложен в цену. Ну понятно, что он часто может быть вложен в цену или практически всегда. Но означает ли это, что гарантированный доход – это практически фикция? Или, например, гарантированный доход может быть интересен тогда, когда ты успел в первый вагон сесть, и потом проект выстрелил. Потому что вначале, в самом гарантированный доход – это интересная история. Тому же строителю, девелоперу интересно привлечь первых людей, осуществить первые сделки и с финансовой, и с эмоциональной точки зрения. Ну, во-первых, давайте немножечко уточним то, что гарантированный доход не всегда включен в цену. Это я вам просто привел пример такого. Второй момент – гарантированный доход вообще интересен только в первой, ну, может быть, максимум в два года первых эксплуатации проекта, потому что проект еще не развит, он не обрал такую популярность, нет той заполняемости, которая могла бы обеспечить рентал-пул по доходу. И, в принципе, если мы говорим вообще в принципе в целом о гарантированном доходе, то очень хороший вопрос возникает, почему застройщик гарантирует вам на первые три года, а потом не гарантирует, что потом. То есть, получается, он не уверен в своих силах, либо что-то еще. Но есть еще, знаете, альтернатива. То есть, есть застройщики, которые предлагают 7%, в принципе, стандартную цифру по букету, на 10-15, бывает, и даже 20 лет. Это еще более интересный вопрос, потому что за этим может скрываться очень много подводных камней в договоре. Я не говорю конкретно сейчас, что будет в этом договоре, а что может быть. То есть, в принципе, это может быть такой воспринять совет, на что обратить внимание. Во-первых, в течение срока гарантированного дохода, то есть это 10-15-20 лет, вы не сможете передать квартиру. Это первый момент. Второй момент, возможно, это какая-то опция таймшера. То есть, в принципе, вы физически не владеете, вы владеете только номинально, либо какими-то акциями. Как это сделано, реализовано, я не могу сказать наперед. Все зависит от самого договора застройщика. Третий момент, то что если застройщик не предоставляет опцию фрихолда, то есть, в принципе, вообще во всем проекте, он может закончиться. То есть, если фрихолда вообще никогда не было, то это тоже очень большой такой повод серьезно пересмотреть договор. Потому что если нет фрихолда, значит, возможно, ваш объект не зарегистрирован и не получил статус кондомиума, который как раз и позволяет платить фрихолдом. А если нет статуса кондомиума, там договор может быть тоже юридически составлен не в пользу самого покупателя. Ну, то есть, в любом случае, история с гарантированным доходом, любой договор надо читать, безусловно, очень-очень подробно, но вот гарантированный доход особенный. А вообще, как бы вы посоветовали вести себя, вот на какие вопросы отвечать самому и какие вопросы задавать там девелоперу, решая задачу получения дохода и рассматривая объект? Ну вот, есть один пример, есть другой. Здесь гарантированные дают, здесь не дают. Здесь, там, вроде застройщик чуть больше с именем, здесь чуть меньше с именем, а зато объект у него подешевле. Во-первых, можно просто поговорить с застройщиком и узнать, на какую прибыль он рассчитывает изначально, потому что у нас есть небольшая статистика. Мы собрали, у нас была выборка примерно из 500 квартир на Пхукете, и мы получили то, что примерно доход от каждой квартиры, мы просто взяли обычную квартиру 30-35 метров, студию как одну спальную, и мы получили то, что доход по квартире чистыми собственник может получать 200 тысяч бак в год. Ну, 200-220 в среднем. Давайте в долларах. 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов. Если мы говорим про гарантированную аренду, то, допустим, те же самые 7 или 8 процентов, то таким образом просто можем посчитать, сколько квартира, по идее, может стоить, и сможет ли застройщик вам обеспечить эти выплаты. Потому что если, к примеру, квартира стоит 3 миллиона бат, это 100 тысяч долларов, в принципе, те самые 7-8 процентов гарантированного дохода, они как раз математически получаются верными. То есть эти тысячи тысяч долларов, это не то, чтобы застройщик перерабатывал, это даже, в принципе, в какой-то мере с прибылью, с прибылью для застройщика. Но если, к примеру, он говорит, что вот у нас квартира, не знаю, допустим, с видом какая-то, очень еще супер-классная, но стоит, допустим, 5 миллионов, либо там 5,5 миллионов, обещают они 7 процентов годовых, то здесь получается очень большой такой, знаете, диссонанс в цифрах, потому что при 5,5 миллионах стоимости квартиры 7 процентов, это у нас примерно 1600-1700 он должен выплачивать. Соответственно, чтобы оставаться на плаву, оставаться в прибыли или хотя бы в ноль, доход, точнее, оборот по квартире должен быть уже 800 тысяч, а может быть даже и миллион в год. Но если будем реалистами, это очень большая сумма, миллион в год делать на одной квартире. Это сверх, это нужно будет, не знаю, что нужно сделать для этого. Пошли вопросы, начнут с последнего. А вообще, когда ты видишь, тебе предлагают 10, там 13, 15 процентов, вот от такой истории лучше сразу отказываться или все-таки может быть чего-нибудь посмотреть? Ну, понимаете, опять же, такой вопрос очень общий. Я бы сказал бы, что нужно просто считать. Вот обычный математический подсчет, он как раз вам даст ответы на все ваши вопросы, причем расчет сухой, без эмоций, без каких-либо собственных переживаний, либо без собственных предпочтений. Просто считайте, посмотрите, сколько действительно квартира может вам принести. Цифру вот эту 6 тысяч долларов дохода я назвал. Если мы берем квартиру, допустим, односпальную, либо двухспальную, доход может быть раза полтора-два выше. Но опять же, в зависимости от локации. Поэтому единственный совет, это больше считать математику, все знают, если что, то мы и сами поможем в этом плане разобраться. Хорошо. В двух словах, вот исходя из ваших слов, могло показаться, что Лис Холл, схема неубедительная или плохая, если мы говорим о некой доходности. Просто поясните, что вы имели в виду, так ли это, или просто к Лис Холлдовым схемам с точки зрения получения дохода надо относиться более осторожно, как в ваш взгляд. Знаете, я не сказал то, что Лис Холл и ничего плохого нет, я просто сказал то, что если нет фрихолда на каком-то объекте, то стоит относиться с большим вниманием к нему. Но на самом деле Лис Холл так таковой, это не беспроигрышная ситуация. Если мы говорим про инвестиции, как раз Лис Холл позволяет нам заработать больше, потому что налоги по Лис Холлу гораздо ниже, чем по фрихолду. Перепродать Лис Холл так же проще, а стоимость фрихолда, то есть если мы сравним, допустим, две квартиры Лис Холда и фрихолда, фрихолд будет всегда дороже. на 10, на, может быть, 12 тысяч долларов. 10, 12, 15 процентов, так? Такая цифра? Примерно да. Ну, опять же, смотрите, когда вы будете перепродавать квартиру через там 5 лет, потенциально покупателю, в принципе, может быть без разницы, у вас фрихолд и релиз холд, но вы же за прихолд заплатили дополнительно здесь 15 процентов, потенциально покупатель не поймет, а почему он должен переплачивать за вашу квартиру 10-15 процентов, если ему предлагают такую же квартиру ниже и, может быть, даже и лучше. Ну, вот Виктор тоже отмечает, что у Лис Холда есть свои плюсы. Российская налоговая считает его арендой, а не собственностью, но за неимением... Я бы сказал, знаете, это не то, чтобы аренда, это долгосрочная собственность, я бы так бы назвал, потому что аренда, это все-таки до трех лет, это юридический термин. Если мы говорим про срок более трех лет, то эти договора, они регистрируются непосредственно в Росреестре той земельной департаменты. И у вас полные права то же самое, как и у фрихолда. Ну и вот то, что еще Виктор тоже отмечает, профессионалы сразу видно, за оформление фрихолда берут 300-500... Я бы сказал бы, если опять же, ну это просто уже немножко другая тема разговора, если так, то по закону Таиланда, по закону кондоминимума, застройщик имеет право брать с вас 1%, 1.1%, а не 6,8%, как в многих договорах есть. Окей, давайте тогда поговорим несколько слов. Следующий наш пункт, это рентал пул, и для меня история, в общем, с одной стороны понятная, а с другой стороны, как для человека, наверное, где-то в глубине души трусливого, так выясняется, именно в таких вопросах, и вот это меня пугает еще даже больше, чем гарантированный доход. Не забывайте об этом, какие здесь подводные камни, как вы. И вы знаете, Филипп, не зря. На самом деле, рентал пул – это одна из самых наших любимых тем при дискутировании с потенциальными клиентами. Во-первых, можем начать с вами то, что может привести вообще к катастрофе, на самом деле, при программе рентал пул. То есть если… То есть в двух словах, да, что такое рентал пул? То есть застройщик берет ваши квартиры, объединяет их в один пул, может быть разделение по отельной системе, там, сингл, дабл, семейной зависимости от количества спален, и сдает. Нет никаких обязательств по количеству денег, которые вы сможете заработать. Все платится по факту. И раз в год. Если… Такой важный момент. Если застройщик разрешает вам участвовать в гарантированном доходе, другому покупателю разрешает участвовать в рентал пуле, третьему, допустим, позволяет жить самому, либо сдавать самому, либо сдавать через третью управляющую компанию, через то, через стороннее лицо, в этом случае рентал пул очень сильно подвержен, я бы сказал, даже катастрофической ошибке. Потому что в первую очередь, естественно, вот так логически, вот так рассудить, у застройщика больше обязательств перед теми собственниками, кто участвует в программе на рантированном доходе. Естественно, да. Они в приоритете. Их квартиры, возможно, будут заселяться первыми. Я тут не берусь обсуждать конкретного застройщика. Я говорю, может быть такой момент. Не конкретный. Второй момент, то, что частные лица, то есть частные собственники либо частная управляющая компания, у них гораздо меньше рисков. По причине того, что у них там может быть персонал меньше, допустим, собственник сам злает, у него вообще нет никаких операционных расходов. Соответственно, рисков нету, и цену он может снижать насколько угодно. То есть это откровенный демпинг. Но застройщик, участок программы рентал-пул, он не может себе позволить цену уронить до какого-то конкретного минимума. Поэтому в этом случае может быть абсолютный коллапс для рентал-пула. Ну, то есть, выбирая проекты, где есть и рентал-пул, и вторая, и третья, и четвертая возможность, ну, понятные риски больше. То есть они есть всегда, но просто здесь вы их видите чуть более реальными, исходя из психологии человека и желания застройщика заработать. С точки зрения бизнеса, как бы, да, это первое. С точки зрения статистики, которая у нас есть, а в принципе, если интересно, вот я могу привести, то что... Да, пожалуйста. Да, в первые два года рентал-пула от низких квартир заработали всего лишь полтора-два процента по рентал-пулу. То есть полтора-два процента в стоимости квартиры. Более удачные примеры это... И что это, по себе? Откуда вы берете эту статистику? Как вы ее собирали? Чья статистика? Это отзывы от наших постоянных клиентов. Это отзывы от микрозастройщиков, которые делятся своей информацией, которые открыто ее размещают. Это, опять же, собственники, которые перешли от застройщика, от рентал-пул-застройщика к нам в управление. То есть это выборка, опять же, по... Не просто там по 10 человекам, а это выборка из 500-600 человек собственников недвижимых. Окей. Ну, как получается? Получается, что... А в каком случае тогда рентал-пул это хорошо? И для кого это тогда хорошо? Хороший вопрос. И от него вообще... Ну, как? Что значит на это бежать? От него невозможно убежать? Он есть в очень многих проектах, которые, ну, просто по-другому, по сути, не работают. Нет, почему? Я бы, на самом деле, рассматривал бы вообще в глобальном плане. То есть, допустим, есть застройщики, которые не позволяют входить сторонним управляющим компаниям, сторонним собственникам в их проект. То есть именно бренд самого проекта принадлежит застройщику, только застройщик имеет право его использовать. То есть не будет никакого риска размытия бренда. Квартирами всеми, независимо, это рентал-пул либо гарантирует доход управляет только застройщик. Вот в этом ключе рентал-пул, в принципе, даже имеет смысл. Возможно, первый год вы как раз будете несколько меньше получать, чем получали бы по гарантированному доходу. Но, как показывает практика, при грамотном застройщике, при грамотном маркетинге второй-третий год это уже те же самые деньги по гарантированному доходу, а может быть даже и больше. Окей. Ну и тогда ключевой вопрос, который задают очень часто. Мы, на самом деле, могли бы весь вебинар только про него и говорить. Давайте коснемся, как сделать максимальный текущий доход. Что может принести максимальные цифры в моменте и, скажем, на протяжении трех, пяти, семи лет? Какие здесь есть возможности? Во-первых, я бы, может быть, такой небольшой миф развеял, который все немножко неправильно интерпретируют, особенно, не побоюсь этого слова, туристические гиды. Есть такой миф, что легче купить три маленьких студии, чем одну двуспальную квартиру. Это как раз продолжение разговора первых, там, по-моему, пяти-десяти минут. То есть, вот как я говорил, то, что студии, они являются прямым конкурентом отельного номерного фонда, а путешественники, которые останавливаются в кондоминиуме, это все-таки совершенно другая целевая аудитория. Это люди, которым нужен, скажем так, домашний комфорт. И все-таки в студии жить даже там, допустим, те же самые семь-десять дней, это не всегда комфортно. Поэтому, в основном, выбирают односпальные квартиры и двухспальные квартиры. Второй момент, то, что очень большая конкуренция у студий, в принципе, вообще. Ну, опять же, мы говорим про не в общем, а вот студии, вот именно этот, небольшие, там, по 30-35 метров квадратных. У них большая очень конкуренция между собой, так как это самый массовый продукт на рынке, в принципе. А также мы, если говорим в целом, то нужно, опять же, смотреть на количество, на типы планировок в жилом комплексе. Для примера, есть жилые комплексы, где все квартиры однотипные, их количество может быть не просто, там, 200-300, которые, в принципе, еще более-менее нормально, а комплексы, где их больше 500-600. И чисто логически, и, в принципе, физически, и загрузить все эти там 600-800 квартиры однотипные, практически нереально. Это нужно либо демпинговать очень сильно, либо прибегнуть, не знаю, каким-то, какой-то магией. А по статистике, также вот такой замечу момент, то, что студии, они сильно проигрывают в низкий сезон, так как, опять же, на низкий сезон, цены падают на односпальные, на студии, и разница в цене, я имею в виду про аренду, студии односпальные, составляют буквально те же самые, там, 5, 10, 15 процентов. Ну, согласитесь, когда вы едете на отдых, переплатить 10 процентов и жить в односпальной полноценной квартире гораздо приятнее, чем в студии. Означает ли вообще сказанное вами, что студия, как таковая, это не самый выгодный, ну, понятно, что бывают разные случаи, мы не берем крайние, что студия, как таковая, это не самый выгодный инвестиционный актив в Таиланде, на ваш взгляд, что, может быть, наиболее, ну, отчасти может быть и потому, что люди, которые приезжают в студию, они могут приезжать там неделя, две, и там большие риски простоев, а, скажем, квартира там с двумя спальнями, она может заинтересовать скорее человека, который захочет приехать на более долгий срок, там разместить свою семью. Ну, знаете, нет, я бы сказал бы не совсем корректно, это все, опять же, больше зависит от внутренней конкуренции проекта и от внешней, потому что, если мы говорим о студии, которая находится в огромном жилом комплексе, допустим, 500 квартир, и все однотипные, рядом находятся там 5, 3, 4-злезочные отели, находятся другие кондоминиумы, где тоже очень много студий, то в этом моменте существуют, опять же, риски определенные. То, что существует, как и внешняя конкуренция среди отелей и жилых комплексов, также существует конкуренция внутренней между квартирами самого жилого комплекса. Но, опять же, если мы говорим про статистику, которая у нас всегда холодная и более корректная, то вот на двухспальные квартиры на самом деле спрос выше, чем их вообще есть, то есть спрос выше, чем продолжение, потому что двухспальные квартиры, опять же, зависит от комплекса, это немножко другой тип путешественников, все-таки это собственники, которые готовы потратить несколько больше денег ради комфорта. Соответственно, комфорт жилого комплекса должен быть другой. И есть как раз примеры такие на Пукете, когда вот двухспальные квартиры это реально дефицит и по району, и по определенным жилым комплексам. Интересно. Скажите, пожалуйста, все-таки не могу не коснуться этой темы, нынешний сезон он не показательный во многом, ну и для Таиланда история более-менее хороша тем, что летом как раз в Таиланде это не сезон, да, и вот сейчас, когда границы пока еще то закрыты, то полуоткрыты, компаний теряют не очень много, хотя мы с вами говорили, что в марте, в апреле, в конце февраля потери уже были. Текущую ситуацию можно ли каким-то образом обернуть себе на пользу? Вот тоже, опять же, статистику одну приведу. прогноз экспертов по рынку недвижимости Таиланда, информационный центр недвижимости тайский, говорят о снижении ВВП страны там полтора-два процента, это нас интересует постольку-поскольку. Количество сделок, консенсус-прогноз был сделан, самый жесткий прогноз, снижение числа сделок на 14%, рост, случай прогноз, почти на 4%, про цены, правда, ничего особенно не сказано, но все-таки снижение прогнозируют максимально, снижение числа сделок. Снижение числа, ну, крайне редко за ним следует какой-то рост цен. Вот здесь, особенно с учетом крайней неопределенности в туристическом сегменте как таковом, на чем можно попытаться выиграть, на ваш взгляд? Выиграть сейчас можно, не то, что просто можно, а нужно, это на горячих предложениях, потому что сейчас как раз появляется много интересных предложений, которые на вторичном рынке, это как вариант номер один, второй вариант, это как перепродажа уже практически построенной жилых комплексов, то есть это в основном те собственники, которые покупали жилье на этапе фундамента, то есть по самой минимальной цене и продают, это уже недвижимость, буквально может быть с наценкой 2-3-5 процентов, что несущественно, это в следующий момент. Обычно они продают гораздо больше наценок? Конечно, конечно, то есть как правило оценок вставляет 20-30 процентов. Сейчас же есть тебе интересное предложение, которое как раз по цене, вот если мы уже говорим про конкретику, то примерно 2000 долларов за квадратный метр, 2500 квадратных метр, если рядовая квартира, то это может быть и подороже, около 5000 долларов, извините, 3000 долларов за квадратный метр. То есть есть все равно продолжение такие на рынке, которые уже практически здание построено, но вы можете купить по ценам, которые были два года назад. Второй момент это вторичка. Опять же, мы немножко так уже переходим плавно в следующий пункт номер 3 про вторичную недвижимость. Есть на рынке вторичной недвижимости тоже очень много продолжений, которые ниже средней рыночной цены. Если опять же говорить конкретно, это те же самые 2000 долларов за квадратный метр, может быть 2500 долларов. Это тяжелые комплексы, которые находятся в районе Ката, в районе Корон, нараваях, которые имеют положительную финансовую отчетность, то есть есть финансовые отчеты за последние 2-3 года. То есть это недвижимость, которая уже показала, как она работает, сколько она может принести доход, и такую недвижимость гораздо менее рискованно покупать, потому что опять же, повторюсь, да, есть доход, есть доход. Смотрите, но давайте тогда все-таки отдельно поговорим про первичку и про вторичку и в рамках текущей ситуации, и в целом про первичку мы как раз большую часть с вами всего говорили, потому что доходная история, связалась на изначально заявление девелопера, который то обещает одно, то обещает другое, там можно верить, можно не верить, это разные дела. Если мы говорим про первичный рынок, вы ожидаете, что сейчас каким-то образом ситуация может позитивной быть на нем? Из чего мы будем? В каком плане позитивная? Будет ли повышение цены или будет вообще строительство жилых комплексов? Мы говорим о текущих возможностях, да, то есть никто, насколько я могу судить, мы так отслеживаем, конечно, на некотором расстоянии, но никто из девелоперов не стал откладывать проекты. Да, все, пожалуйста, все возводим, все будет хорошо, все нормально, но китайцы не ездили и черт с ними, поедут чуть позже. Вроде как на словах-то все хорошо, но вот как раз эти слова меня вообще никогда не убеждают, когда люди начинают говорить, что все хорошо, значит, что-то не так. Ну, во-первых, опять же, если мы говорим про такую совокупную информацию, да, и посмотрим, вообще, когда были анонсы строительных компаний по поводу новых объектов, это был как раз конец 19-го года, примерно сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть, когда информация о коронавирусе, о пандемии вообще не существовала. Строительные компании, скорее всего, опять же, у них был какой-то бизнес-план и был план по получению каких-то дивидендов и план был продаж по жилым комплексам. Сказать то, что план провалился полностью, может быть, нельзя, может быть, можно, опять же, в зависимости от самого проекта. От самого плана, да, собственно, да. Да, но, опять же, сказать то, что они выполнили его, это можно так и не говорить, потому что, как мы видим продажи, в принципе, знают об этом любой, продажи первички и вторички, сейчас, в принципе, практически заморожены, то есть, они очень идут слабо, особенно во время, когда ситуация на Пукете была более критичная, все было заблокировано, все районы были прикрыты. Вот, и в связи с этим, но, опять же, мы рассматриваем риски в целом. Возможно, то, что инвесторы, которые изначально планировали войти в проект, которые пошли в проект в октябре, в ноябре, может быть, они могли выйти. опять же, я не говорю конкретно, это возможно, вероятность такую рассматриваем, потому что многим инвесторам легче зафиксировать свой убыток и выйти с проекта, чем потерять больше. Может быть, такой момент, то, что действительно, они продолжили стройку, на определенный, на определенный срок, хотя, как-то немножко, стать упущенная благодаря скидкам, скидок, но, опять же, я бы смотрел бы на стоимость квадратного метра. Если, опять же, вот если мы говорим про какой-то жилой комплекс, я бы сюда толкился бы от самого такого премиального, может быть, места, это вот Бангтау. А цен там. Если цены на первичку, вы видите, то, что они выше, цены на первичку выше, чем на Бангтау, грубо говоря, но, опять же, это очень грубая оценка, то вопрос встает, зачем мне покупать новый проект, новостройку, когда цены на вторичку уже выше, чем вот у конкурентов. Это очень серьезный вопрос. Будут ли цены расти выше, это очень тоже спорный момент. Причем сейчас многие застройщики дают скидки. Они уже начали давать, как бы они просто приходят к вам, и сейчас уже цифры какие-то пошли? Да, уже есть изменения. Но, опять же, мы так понимаем, то, что продаж не очень много, естественно, нужно как-то наоборот быть упущенной за предыдущие полгода. Причем полгода это довольно-таки очень большой промежуток времени для застройщиков. Да, четверть цикла, пятая часть. В общем, грубо говоря, потеряно. И в связи с этим, опять же, больше я бы призывал бы считать и сравнивать районы, локации, конкурентов и особенно смотреть на вторичку. Окей, Денис, а если мы говорим о вторичке, вот вы призываете смотреть на вторичку, тут надо сразу договориться о терминах. А какую вторичку вы имеете в виду? Потому что, ну, условно говоря, вот я в Петербурге сижу, так для меня вторичная недвижимость, ну, в массе своей большинства предложений, это то, что было построено 10, 15, 20, 30, 50, а то есть 100 лет назад, а то и там и 200, если уж центральные районы города посмотреть. в случае того, о чем говорите вы, все-таки вторичка, это тут, по сути, только что построенная первичка от второго собственника при перепродаже, или это все-таки что-то двух, трехлетней давности, вообще-то там пяти, семилетней давности квартиры на Пхукете, это что, если этот рынок, он же, на мой взгляд, он чрезвычайно мал, он крайне непредсказуем, и здесь очень трудно найти какое-то описание, какую-то стратегию поведения, там предложений-то просто нет. Я в корне согласен, во-первых, рынок вторички очень развит, очень много предложений на вторичном рынке, причем продолжение повторички гораздо интереснее и по финансовому доходу, и по перспективам, чем сама первичка. Второй момент, что, да, вот чем, что мы вообще называемого вторичкой, это та недвижимость, которая уже была оформлена одного собственника, и подразумевается переход от одного частного лица к другому. Я, не попросите, у меня вопрос уточняющий сразу, какой срок этой недвижимости должен быть? Ну, потому что это может быть 5, 7, 10 лет, но вот реально вы-то о какой говорите? В принципе, от той, которой получили только собственность, здание построилось, получили собственность, и вот это уже в принципе считается вторичкой. С точки зрения состояния объекта, по факту, то, о чем я говорю, это не вторичка. то есть, по сути, это просто первичка, просто ты ее покупаешь от другого собственника. давайте, Тарасак, просто я это имел в виду. Свежая вторичка, может быть. Да, давайте так, да, свежая вторичка. Хорошо. И тоже есть как альтернатива это переуступки, то есть, это перепродажа квартир в комплексы, которые уже находятся на завершающем цикле этапа работы. И вы видите ситуацию, при которой свежая вторичка в текущих условиях является более интересной, чем первичка. Какая первичка? На стадии строительства или вот от застройщиков в тех же самых комплексах? И так, и так. То есть, опять же, есть интересная вторичка, которая уже, как повторюсь, продемонстрировала свои дополнительные преимущества в плане финансового дохода. Это первый момент. Второй момент, то, что вторичка, покупая, опять же, вторичку, я думаю, что большинство жителей Самсибирбурга, Москвы, это особенно известно, когда при строительстве первички, да, вы как бы не видите сам район. А впоследствии, после того, как первичка уже сдастся, рядом может быть построен другой жилой комплекс, как вот было, кстати, на пляже Бангтао. Отличный жилой комплекс был построен, земля была очень большая, но в течение года после сдачи и эксплуатации построили отель буквально в пяти метрах от него. Таким образом получился очень такой интересный, эксклюзивный объект, но 30% квартир оказались окна в окна. Давайте тогда так, вот есть, ну да, начнуло строительство, появились первые покупатели, проходит там год, полтора, два, объект может быть вот-вот будет сдан, но еще в данный момент не сдан. Мы говорим о таких проектах, в которых можно и лучше искать предложения от первых собственников, или все-таки более интересный вариант, ну и более массовый вариант, когда мы говорим о проекте уже там, по сути, эксплуатирующемся, но собственник даже там, может быть, одного дня не пожив, нам в момент открытия проекта начинает размахивать ключами и говорить продаю. Все-таки мы больше говорим о том, то что, опять же повторюсь, есть много предложений на рынке перепродаж, то есть, да, в принципе, если мы говорим про перспективы, то интересны те проекты, которые будут сдаваться в течение года, то есть все равно мы понимаем, то что ближайшие полгода по аренде ничего, скорее всего, массово не будет, потому что рынок еще будет заморожен, и такие проекты тоже интересны, либо это покупка именно вот тех проектов, которые уже получены ключи, грубо говоря, но покупка их с дисконтом, ну, естественно, третий момент, это вот вторичка, да. Смотрите, дисконт, это просто частные проблемы конкретного собственника, который купил и понимает, что ему сейчас нужны деньги. Есть такие ситуации, когда... Ну, это... Да, это понятно, это во всем мире такие истории есть, я просто предполагал, что есть некий, ну, более массовый рынок людей, которые при... Ну, может быть, он есть, это вам виднее, когда мы говорим о проекте, который вот запускается, там, часть его была куплена заранее кем-то, часть продается до сих пор, понятное дело, что застройщик цену на выходе дает гораздо больше, чем, ну, на стартовом этапе, а от собственника ты можешь здесь поискать некоторые варианты поинтереснее. Конечно, конечно, да. Насколько? Сложный вопрос, если по реальным примерам, на процентов 30, может быть, может быть... Ого! 30, это значит, человек купил дешевле, дороже, чем продает. Ну, опять же, есть разные предложения на рынке, бывают, когда, опять же, появляются такие предложения, когда вот покупатели покупали проект в 2014 году по одному курсу доллара, и сейчас хотят вернуть потому же, тоже в рублях, но с какой-то небольшой наценкой, но тем не менее, в долларах либо в батах это все равно будет дополнительное преимущество и ему, он заработает и вам, как инвестору. Такие проекты есть практически, вернее, такие предложения есть практически во всех, ну, более-менее масштабных проектах, или все-таки это какие-то особые характеристики должны быть у такого проекта, чтобы, ну, появился более массовый, а не единичный вариант? Знаете, сложно сказать, ну, по крайней мере, у нас есть вторичка, то есть, если мы говорим, какие-то интересные перепродажи, ну, практически в каждом проекте, который сейчас строится, либо сдался в эксплуатацию буквально в течение последнего года. А для покупателя инвестора вообще, ну, какая-то принципиальная разница есть, то есть, нужно ли что-то дополнительно проверить, когда ты, ну, по сути, или по переуступке, или по горячему предложению. То есть, вы имеете в виду юридическую чистоту проверить? Юридическую или как что-либо другое, ну, потому что даже если квартира в течение полугода была в чьей-то другой собственности, всегда определенные там нюансы, риски есть. Человек подписывал договор с компанией, да, как посмотрит застройщик, насколько он будет рад видеть нового жильца. То есть, формально говоря, никаких проблем быть не может, мы же говорим не о формальной стороне вопросов. Нет, во-первых, здесь есть такие предложения, где застройщик, непосредственно сам застройщик переоформляет саму квартиру, то есть, он ответственен за весь этап сделки. Мы здесь являемся только как больше маркетинговым инструментом для самого продавца. А если хочется вообще перестраховаться, то естественно есть юристы, у которых могут открыть вам эскровый счет либо кредитив, другими словами. Соответственно, вы не получите, точнее, продавец не получит деньги до того момента, пока не передаст вам собственность. То есть, опять же, есть разные моменты, как можно себя обезопасить. Ну, то есть, подводя итог под этой частью нашей беседы, вы рекомендуете, выбирая объект в конкретном комплексе, сначала поискать предложение на вторичном рынке, то есть, не от застройщика, а от частного лица. Я бы рекомендовал сделать бы и то, и другое, потому что сейчас, возможно, будут такие интересные предложения застройщика, когда он сможет вам дать дополнительную рассрочку. А может быть, еще какие-то дополнительные привилегии, опять же, здесь очень сложно сказать наперед. Но я бы рекомендовал посмотреть и на и предложение о собственниках, которые это продает, и продолжение о застройщиках, а потом уже сравнить и сделать выборы, которые более вам подходят. Окей. Виктор задал вопрос по поводу долевого инвестирования, ну, вообще, насколько оно развито в Таиланде, и, ну, 100 тысяч долларов, безусловно, сумма-то не самая маленькая, и мы несколько вебинаров проводили, как только говорили о долевых вложениях, ох, люди прям загорались этой идеей, вопрос был очень интересный. Ваш взгляд на эту историю и вообще есть ли какие-то схемы в Таиланде, известны ли они вам? Пока что, как неизвестно, никто вот такую, скажем так, опцию, как и долевое строительство, точнее, долевое участие не рассматривал. У нас, как управляющая компания, были идеи, допустим, входить с собственником примерно в конце нашей 70 на 30, там, либо 91 на 10, то есть, чтобы тоже иметь какую-то ответственность перед доходностью, чтобы обеспечивать ее собственнику так и себе, но по поводу и надолевого строительства, этот вопрос как раз сейчас мы, если опять же забегая вперед, мы рассматриваем с партнерами, как можно будет это дело реализовать. Окей. Ну и уже такой в завершающей части нашего вебинара мы поговорим давайте о конкретных примерах и потом уже завершали будем о там типичных эмоциональных заблуждениях. Перед тем, как начать эту историю, я хотел бы пригласить наших зрителей на следующие вебинары, на следующей неделе их у нас будет три, 26 мая традиционный наш вебинар марафон, мы будем говорить о рынках Испании, Болгарии, Греции, Словении, Черногории, это мероприятие 26 мая в 13.00, с чем ключевые рынки недвижимости подходят к летнему сезону. 27 мая мы будем беседовать о визе EB5, виза инвесторов США, о правилах, нюансах, о текущих условиях получения с экспертами. И 28 числа тоже очень интересный вебинар, будем говорить о рынке недвижимости Мальты. Обычно о Мальте говорят, как о том замечательном месте, которое просто интересно с точки зрения переезда, да, иммиграционная программа, но давайте не будем забывать, что очень значительная часть, значительная часть этой программы, она может быть завязана на недвижимость, и не хочется купить абы что, так вот, может ли Мальте быть интересно с точки зрения недвижимости. Возвращаемся на наш вебинар мост из Петербурга на Пхукет. Денис, говорим о конкретных объектах, о конкретных предложениях. Про доходность мы с вами поговорили. Итак, давайте поговорим о конкретных вариантах. и поскольку мы с вами оценили и обсуждали плюсы, минусы, риски и так далее, вот те примеры, которые вы приводите, это образцы чего, пожалуйста? Это образцы вторичной недвижимости, которые находятся у нас в управлении. Это уже готовые квартиры, либо жилые комплексы сдались в эксплуатацию буквально в течение года последнего, либо другой слайд будет, как демонстрация того, что квартира находится в нашем управлении более трех лет и, соответственно, что она себя представляет. Потому что есть очень много возражений от покупателей, что все-таки новая недвижимость она новая, то есть она будет свежая, а вторичка это уже, скажем так, немножко обшарпанная и имеет не свежий вид. Я тут даже двумя руками проголосую за подобного рода возражения, но просто потому что тут все равно очень тяжело что-то гарантировать, год-два пройдет, все равно пятнышко на зеркале останется, царапинка появится. Это пустяк, но это для кого-то может быть важно. Во-первых, давайте сначала определим, все-таки мы рассматриваем больше инвестиций, то есть в этой квартире вам жить не нужно и опять же при хорошей управляющей компании, при хорошем управлении этих пятнышек на зеркале не будет, потому что управляющая компания максимально старается содержать квартиру в презентабельном виде. хорошо, но все-таки вот прошло, скажем, два года с момента начала эксплуатации, означает ли, сказанное вами, что через два года никаких дополнительных расходов на приведение квартиры, ну, автомобиль помыть надо даже через неделю после того, как вы начали эксплуатировать, кто-то чаще это делает, но тут все равно не бывает совсем чудес. Конечно, не бывает. Вот по нашим отчетам, вот я расскажу, то, что в среднем расходы составляют около 2000 долларов в среднем на большую односпальную квартиру в год, но опять же это расходы сюда включаются и вода, свет, электричество, интернет, уборки. Если мы говорим про какие-то замены лампочек, про, может быть, косметический небольшой ремонт, то эти расходы составляют ориентировочно около 500 долларов в год, что, в принципе, не так уж и много. Но то, что покупает двухлетнюю квартиру, перекупая ее, надо быть готовым 500 до 1000 долларов все равно дополнительно к цене вложить, просто потому, что квартира должна быть совсем-совсем новой. Ну, знаете, относительно того, что сколько стоит квартира, не такие большие деньги, причем, допустим, вот наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем, эту сумму дели пополам вместе с вами, то есть вам нужно всего нести половину. Второй момент, если мы говорим вообще про первичку, то есть как-то такой Филипп тоже обеими руками за, как многие нас возражают тому факту, то, что новое это есть новое, все-таки, если мы говорим про первичку, нужно еще опять же смотреть на качество отделки, на качество мебели. Естественно, в шоу-руме у вас будет все идеально, у вас будет все вот, не побоюсь этого слова, вылизано, там будут все потеки убраны, кондиционер будет работать справно, но вот по факту, когда вы получаете квартиру, многие даже разочаровываются, потому что мебель немножечко не та, тут уже какие-то потертости. Я вам даже пример проведу. Когда вот мы взяли квартиру в управлении в одном из жилых комплексов, где жили китайцы, хватило буквально 3-4 месяца, чтобы квартира превратилась в заляпанную, неотмываемую квартиру от жирных пятен и пропахнутую очень сильно, я бы так сказал. Поэтому... Ничего про китайцев сказать не могу, не знаю, просто один раз сталкивался с, простите, маленькое лирическое отступление с историей из моего детства. Я впервые побывал в Болгарии, там был построен новый дом, это было ли еще последние годы советской власти в... Ну, то есть социализм, может, начало 90-х. И в... Болгарское правительство в Софии решили... Построили дом в центре цыганского квартала. И чтобы цыгане не рушили дом, ну, и как бы не было никаких конфликтов, им отдали первый этаж. Через неделю пришлось срочно предпринимать меры, потому что ребята сожгли весь паркет. Им нужно было как-то греться, а то отопление, которое им предлагали официально, было не готово. Но если китайцы еще не самое страшное? Цыган здесь нету в Таиланде, в Азии. Отлично. Ну, давайте продолжим вот этот проект. Итак, значит, вот вы называете цифру, стоимость 100 тысяч долларов. А как это было? Как это было год назад, два года назад, три года назад? И 100 тысяч это предложение от первого собственника? Да, это у первого собственника. То есть, квартира покупалась два с половиной года назад, еще на этапе строительства. Также был куплен комплект мебели не от застройщика, а мы самостоятельно квартиру произвели там дизайн, обставили квартиру самостоятельно, докупили дополнительную мебель, бытовую технику. То есть, если посмотреть на саму квартиру, есть все в ней абсолютно, кроме посудомоечной машины. Есть и тостер, блинница и блендер, кофеварка, кофемолка, то есть, абсолютно и все для комфортного проживания. Смотри, ну 100 тысяч долларов это такая цена, скажем, такая средняя, назовем так. Это квартира, как я не понял, один плюс один или это просто совершенно студия? Я бы сказал, что по американским меркам это, конечно, студия, потому что нет стены между гостиной и кухней, спальней кухни-гостиной. Все-таки здесь в Тарланде считается как односпальная квартира, потому что дверь, она сдвигается, есть небольшая шумоизоляция и в том числе есть штора, которая позволяет чувствовать себя более комфортно. Год назад эта квартира, я правильно понимаю, там, ну, вернее, говорит, комплекс сдавался. В самый последний момент от застройщика почем можно было купить такую квартиру? Сейчас от застройщика такие квартиры есть по цене 3 700-3 800 бат, что равняется примерно 115-116 тысяч долларов. Это новые, абсолютно, они новые. Да, это от застройщика. Этаж может быть только там повыше, это 5 этаж, у него может быть 6-7, это не так принципиально. И, соответственно, комплект мебели покупается отдельно. То есть, кто цене, который назвал, еще необходимо прибавить примерно тысяч 6 долларов. Ну, то есть, условно говоря, там 15 процентов, разница определяется, 15 процентов и вы второй собственник, вернее, плюс 15 процентов вы первый собственник или... Окей. А вы сказали, что вы сами мебелировали, то есть, этот комплекс, там не было никаких условий, что собственник должен, если он хочет сдавать недвижимость в аренду, соблюдать некие стандарты гостиничного уровня? Было условие, если вы хотите участвовать в программе гарантированных доходов, то вы должны купить мебель от застройщика. И, в принципе, за ту же самую цену мебели, как и от застройщик, мы купили комплект мебели, который был гораздо лучше и, скажем так, более функционален, чем от него. Но, вот опять же, в таких случаях, когда у застройщика есть свой интерес, и он был, безусловно, рад, что вы эту квартиру бы отдали ему, но вы так не сделали, не получается ли в этом случае некой обиды со стороны застройщика, или они, в общем, здесь им все равно? Нет, им все равно. В этом случае. Окей, хорошо, давайте смотреть второй вариант. Данная квартира находится на пляже Корон, всего лишь в 700 метрах от моря. Это очень известный комплекс, который называется Чик, не кто называет его Шик. Здесь квартира общей площадью 47 квадратных метров, и вот по, как написано на презентации, прибыль как раз составляет ежегодно 280 тысяч бак в год для собственника. Опять же, отмечу то, что это не доход, а это именно прибыль, то есть с вычетом всех налогов, расходов на содержание и комиссионные, которые мы берем за управление квартирой. А какие у вас комиссионные за управление квартирой? Ну, это не то, чтобы комиссионные, это мы делим прибыль. То есть, сначала, допустим, проведем простой пример, допустим, квартира зарабатывает миллион в год, мы сначала вычитаем все расходы по ней, то есть, это вода, свет интернет-уборки, какие-то замены, то есть, расходы на содержание делим собственника пополам, и потом полученную уже прибыль делим 70 на 30. 30 мы берем за управление, 70 перечисляем каждый месяц собственнику недвижимости. Ну, давайте, тогда еще этот кадр покажу. И в том, и в другом случае, так, а вот в этом случае, когда был сдан этот комплекс? 14-15 год. То есть, вы можете посмотреть, в каком состоянии находится вторичная недвижимость, которой уже 5 лет. Ну, а вы сколько 40 лет? Вы сюда, вот в эту недвижимость, вкладывали примерно по 1000 долларов. Я вам даже уже более точно могу сказать, сколько. То есть, расходы по этой квартире составляют, но опять же, если мы говорим не о свет, воду, и какие-то дополнительные расходы по 12-3000 бат, то есть 400 долларов в год. Скажите, а арендаторов вы как ищете? Потому что тут-то как раз сколько заехал, и сколько получил. И, учитывая, наш первый с вами разговор, вот в этих местах появление новых комплексов, рост конкуренции, с 2014 года много воды утекло. Да. Клиент у нас в основном приходит через сайт Airbnb, либо через наш сайт непосредственно, потому что раньше мы опубликовали объявления на Facebook, в Instagram, в ВКонтакте, но само качество аудитории и качество, скажем так, целевой аудитории, которая приезжает, там гораздо ниже. То есть на Airbnb и на... с нашего сата мы получаем как раз тех собственников, точнее тех арендаторов, с которыми у нас больше, скажем так, налажен, не знаю, диалог. То есть они не торгуются там за скидки, они понимают, что они платят за качество, которое мы предоставляем, они платят за круглосуточную поддержку, которую тоже мы предоставляем. И в принципе вот этих двух ресурсов нам вполне хватает, чтобы у нас заселяемость погоды была примерно 80-85 процентов. Сейчас они заселены, эти квартиры? Сейчас у нас заселено всего лишь буквально 10 процентов квартир. Ну, то есть вы говорите, когда вы говорите о 70-80 процентах, вы говорите о стабильном, о хорошем годе, да? Да, это за 2019 год статистика. Окей, ну и тогда давайте вот эти два примера мы привели, еще разочек просмотрим их. Но давайте тогда в этой части небольшой вывод, то есть все-таки еще разочек. Если мы говорим о комплексе, который только что сдан или вот-вот будет сдан, ну история понятна, какой смысл потенциальный продавец, он должен некоторым образом демпинговать, потому что у покупателя всегда есть возможность сравнить его сцену с ценой застройщика, а с застройщиком еще и торговаться несколько проще, чем с частным лицом. По крайней мере, ну там аргументы совершенно иные и уровень общения. То есть иной. Но вот если мы говорим о комплексах там 5, 6, 7 летней давности, все-таки ну удаленно такие вещи вообще, наверное, делать довольно опасно, потому что ну фотографии конкретной квартиры могут радовать, но ведь речь идет о целом комплексе. Что вы, наверное, скажете? Очень хороший вопрос. Просто предупример то, что когда вот у нас была одна из продаж в начале 19-го года, приехала собственница, у нее не было времени что-то посмотреть, она просто посмотрела отчеты по данной квартире за два последних года, еще раз переспросила, верно ли они, мы сказали да, и она купила, даже не заходя в квартиру. потому что это частный случай, понятно, купить послепую что угодно, да. Тонное жилье, которое именно приходит, которое вы смотрите, как бы здесь выбор его не должен оставлять как-то основываться на личных эмоциях, нравится вам, не нравится, а здесь больше вопрос в том, то, что насколько эта квартира нужна рынку, а насколько она нужна рынку, показывает как раз отчеты по квартире, которые есть не за один год. хорошо, но означает ли сказанное вами, что риски покупки квартир четырех, пяти, семи летней давности в общем, тоже не столь велики или здесь есть какие-то но? Всегда есть но, естественно, то есть, опять же, мы зависим от общей экономической ситуации, если мы говорим про внутренний рынок, опять же, все равно, есть какой-то риск то, что построить с вашим домом что-то еще, но опять же, владея информацией, либо, скажем так, больше, подойти в рынок Пукета, вы уже точно сможете сказать, будет что-то строиться здесь, либо нет. Это также будет видно по зданиям, то есть, если это какие-то тайские лачушки, то, скорее всего, могут их там выкупить и построить что-то новое, вот, но в любом случае, риски и покупки в тореечке, они гораздо ниже, потому что, все-таки вы покупаете то, что можете пощупать, а не покупаете то, что вы видите в шоуруме, что может быть несколько там увеличено, либо преувеличено, и вы не покупаете по картинкам, по картинкам в брошюре, поэтому в тореечке, в принципе, как и всегда, на любом рынке, она более-менее рискованна. Окей, ну и тогда давайте в заключении нашей беседы мы коснемся с темой понятной, популярной, эмоциональной, она может быть не так явно прослеживается, когда мы говорим о тайском рынке, но, например, в Европе-то она просто очень популярна, ваши отношения и возможности покупателей, которые хотят чуть-чуть жить, а большую часть времени сдавать. какие здесь бывают коллизии и насколько это реально делать в Таиланде, на ваш взгляд? Ну, во-первых, вопрос такой, насколько они хотят получать доход, то есть, если они хотят одновременно и жить, и сдавать, я бы сказал бы, это немножко некорректное намерение, потому что, когда вы живете, все-таки вы подбираете недвижимость под себя, когда у вас одна задача жить в ней, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, не все то, что может нам нравиться, опять же, у каждого есть свой уровень чувства комфорта, и то, что выберете вы, возможно, рынок не воспримет как ту недвижимость, в которую хотят заселиться потенциальные арендаторы, поэтому тут, опять же, нужно определиться, либо это инвестиция, либо это для личного проживания, это абсолютно две разных типа квартир, типа недвижимости, потому что больше... Но не для личного, а для временного проживания, то есть все-таки мы не говорим о... Понятное дело, что если ты хочешь купить квартиру и жить на пакете постоянно, наверное, первая линия тебе, может быть, не столь важна. Мы говорим о неком таком балансе, когда у покупателя все равно основная задача сдавать, но просто и сам бывать хотел бы. В этом случае тогда покупать именно ту недвижимость, которая именно пользуется спросом, и больше подстраиваться под календарь бронирования квартиры. Потому что все-таки если вы приезжаете в высокий сезон, допустим, приехали на месяц, вы можете смело вычернуть полтора месяца, потому что месяц, неделя до и неделя после заезда, как правило, а полтора месяца высокого сезона это довольно-таки очень хороший доход, который влияет на суммарный годовой доход. Вы рассказывали, Денис, что очень многие люди на эмоциях здесь совершают ошибки. Несколько слов можно об этом? Вы это рассказывали мне, но я думаю, что это не только мне будет интересно. Есть такие моменты, вот мы встречались со многими собственниками в последнее время, в том числе и мои коллеги. Многие хотят продать сейчас недвижимость, ту, которую покупали на слайде строки, потому что они уже сами это признаются, то, что вот им агент сказал, что будет хорошо, как бы они посмотрели, вроде бы нормально, но и купили, а потом уже как-то уже неудобно отказываться. Но приехав два года подряд на остров, посмотрели на жилье, потом заехали в квартиру, посмотрели, когда она готова, они поняли, что в принципе им достаточно удобнее и комфортнее жить в отелях, потому что они не зависят от своей квартиры, они могут арендовать любую квартиру, пусть в этом даже комплексе, либо любой отель, и мотивация жить, которая была основополагающей при выборе недвижимости, она просто исчезла. Таким образом, допустим, у семьи хороший доход есть по бизнесу, который приносит хорошие деньги, а квартира для них она менее интересна, потому что доход по ней тоже ниже, чем средний по Пхукету. Интересный такой психологический момент. Ну что ж, перед тем, как уже завершать нашу беседу, я еще хочу представить своего собеседника Денис Чернов, ведущий эксперт по инвестиционной недвижимости компании Пхукет Люкс. Контакты Дениса, пожалуйста, вашему вниманию. Денис, в нескольких словах тогда удалить некий вывод по поводу всей нашей беседы. Мы, конечно, с вами, опять же, успели не так много, как могли быть, но, с другой стороны, как я уже сказал, завтра у нас будет опубликован на приеме огромный материал, гораздо более широкий, с заблуждениями, с сомнениями, с нелюбимое слово Дениса лайфхаками. Пожалуйста, ваш взгляд и ваши рекомендации такие уже финальные. Скажем так, самая первая рекомендация, которая вообще основана на общении с большим количеством собственником, это не выбирать недвижимость, в течение одного, двух, трех дней. То есть, это очень большая ошибка. Как правило, если вы покупаете, опять же, смотря, такой сложный вопрос, если вам комфортно с агентом, вы ему доверяете, то лучше все равно тоже перепроверить, лучше задать какие-то неудобные вопросы, лучше, если вы сомневаетесь, узнать мнение других специалистов об рынка и все-таки больше внимания уделить выбору недвижимости, особенно инвестиционной. Очень хотелось бы рекомендовать проверять цифры, потому что вот тот же самый rental pool, который многие застройщики афишируют, они могут приводить вам завышенные цифры, завышенные ожидания. Перепроверяйте, смотрите на Booking, смотрите на Airbnb, посмотрите, сколько там эти квартиры реально сдаются, выясните половину процентов, 50 процентов суммы, чтобы почитать свой реальный доход, учитывайте погрешности. то есть в принципе стандартная математика и стандартная перепроверка фактов позволят вам избежать каких-то ошибок, просто купить тот дом, ту недвижимость, те инвестиции, которые изначально вы хотели. Ну что, лучше подготовиться к Пхукету заранее, почитать статьи какие-то, чтобы было материала, подискватировать с агентом, я бы так сказал. Как говорится, даже Пхукет требует подготовки. Денис, спасибо огромное, стало намного теплее, семь раз примерь сначала, Виктор с вами согласен. Дорогие друзья, завершается, как поют Барда Алексей Ивашенко и Георгий Васильев, кончается четверг и дождик мелок. Будем завершать наш вебинар, у нас на следующей неделе, как мы уже сказали, целых три вебинара, будем рады вас видеть. Хочу сказать, что на этой неделе мы заканчиваем, еще одна неделя майская прошла. Спасибо вам огромное за внимание, всем сил и здоровья. Денис Чернов, компания Пхукет Люкс, Филипп Березин, портал Прианру недвижимость за рубежом. Сил, позитивных эмоций, границы открываются, готовимся к поездкам. Спасибо огромное. Спасибо за внимание.